Друзья, всем привет! Как ваши дела? Надеюсь, что все хорошо, надеюсь, что вы в хорошем настроении. Очень рад вас видеть сегодня. В принципе, так же, как и всегда, рад видеть ваши лайки и умопомрачительные комментарии. Я не всегда успеваю всем отвечать, но читаю каждый комментарий очень внимательно. И многих даже наших зрителей я знаю по именам, хоть и не всех видел вживую. В любом случае, очень люблю вас, ценю, уважаю и огромный вам всем привет из солнечной Алани, где я сейчас живу и работаю. Да, и перед тем, как мы начнем, небольшая реклама. Друзья, для многих очень интересно, почему же я принял решение перебраться в Турцию, в райский уголок Аланию. Дело в том, что именно тут созданы все условия для комфортной жизни, для здоровья и для безопасности. Я всегда мечтал о возможности жить в море, а на самом деле, как оказалось, эта возможность намного ближе и доступнее, чем может показаться на первый взгляд. А рассказал мне об этой возможности давний друг Алга Петербург, Нуржан Косымжанович. Вы, наверное, его видели в выпусках Иванбек Шоу. Но теперь хочу отблагодарить его лично и сделать ему небольшую рекламу. Так что, если вы мечтаете жить в море, но не знаете, как это сделать, и я вам крайне рекомендую его, как человека, который помог лично мне, и каждый день помогает многим другим людям воплотить свою мечту в реальность. Это, правда, намного проще, чем кажется. Но и не так-то уж и дорого, а самое главное, это выгодные инвестиции. Не только в вашу жизнь, но и в жизнь ваших детей. Ну что, сегодня у нас несколько новостей, которые я просто не мог обойти стороной, потому что это новости, которые буквально перевернули мир миллионов наших друзей. Вы же знаете, что мы поклонники таланта феномена Димаша Кудайбергена, лучшего голоса планеты и человека, который транслирует культуру Казахстана в мир мировой музыки. Так вот, поклонники Димаша называют себя Диарс, и у Диарс много друзей, поклонников других артистов. Вы спросите, почему я об этом говорю? А все потому, что мы общаемся с этими самыми фандомами, и сегодня я хочу поделиться новостью, которая как раз пришла из фандома легендарного уже, легендарного мужского коллектива из Южной Кореи, BTS. Дело в том, что они заявили о том, что хотят сделать перерыв в работе группы. Они сказали об этом в выпуске на своем YouTube-канале, сказали, что хотят заняться сольной карьерой, и также они сказали, что у них совсем не хватает времени для того, чтобы повзрослеть, а этого им очень бы хотелось. При этом парни заявили, что обязательно встретиться еще в будущем. Вот такая вот, с одной стороны, грустная, а с другой стороны, очень радостная и правильная новость. Вы спросите, почему радостная и правильная? Дело в том, что, конечно же, наша жизнь не стоит на месте, и мы постоянно развиваемся, двигаемся вперед, и команда BTS не исключение. Они смело, честно заявляют своей аудитории, что не хотят обманывать ни себя, ни их. И это невероятно сложное решение, которое, уверен, досталось им очень тяжело. Не каждый артист может найти в себе смелость встать, остановиться и признаться, что нужно идти дальше, что не стоит все-таки, когда тебе за 50, пытаться верить в то, что тебе чуть-чуть больше 18. И поэтому храбрый поступок парней из BTS достоин уважения. Я думаю, что поклонники артистов поддержат их решение и поддержат и то, чем они решат заниматься теперь, когда не нужно ежедневно работать, и когда ничего не нужно делать для успеха их коллектива. Потому что коллектив, наверное, уже завоевал все награды, которые только возможны. В общем, я уверен, что так же, как и у меня, у многих DRS есть множество друзей в фандоме BTS ARMY, и я думаю, что самое время сейчас поддержать их. Жизнь продолжается, а самое главное, что то, что было ими сделано, оно уже навсегда останется в истории. Также, как и останется в истории вклад в мировую культуру, которую сделала, не поверите, Леди Гага. И, кстати, она даже не собирается останавливаться. Американская певица, актриса стала кандидаткой на роль Харли Квинн в новой части фильма «Джокер». Для тех, кто не в курсе, это фильм о вселенной комиксах про Бэтмена. Джокер – это один из главных антагонистов вселенной. Ну, а Харли Квинн – это его безумная подружка. В общем, тоже не очень хороший человек на самом деле, но при этом она привлекает к себе очень большое внимание за счет своего яркого образа и экстраординарного поведения. Ну, я думаю, кстати, теперь вы понимаете, почему Леди Гага стала потенциальной претенденткой на роль Харли Квинн. Дело в том, что именно Леди Гага запомнилась многим как яркая, эксцентричная и очень эмоциональная девушка. Ну, как и, безусловно, великолепная запоминающаяся артистка. Согласно данным Hollywood Reporter, 36-летняя певица ведет переговоры с киностудией Warner Bros., занимающейся созданием проекта. И, как известно, что проект разрабатывается как мюзикл. Кстати, сам проект, точнее, его первая часть, фильм «Джокер» собрал более 1 миллиарда долларов по всему миру и также получил 11 номинаций на премию «Оскар». Ну, а теперь новость о Леди Гаге появилась в преддверии появления новой, второй части блокбастера. Для нас эта новость особо интересна тем, что мы с вами часто говорим о кино, о развитии казахского кино, и поэтому следить за тем, что происходит в Голливуде, очень важно. Ну и плюс ко всему нельзя забывать, что Леди Гага – одновременно и певица, и актриса. И недавно мы все наслаждались запоминающимся образом Димаша в клипе «Окей», который снова нас подтолкнул на мысль о том, что, возможно, появится режиссер в Голливуде, который уговорит Димаша сняться в кино. Так вот, к чему я веду. Если бы появилось серьезное предложение, думаю, было бы круто увидеть Димаша в качестве киноактера в Голливуде. Безусловно, будет сложно уговорить Димаша, потому что он сам хочет быть сконцентрированным именно на музыке. Но если вдруг такое случится, я уверен, что это будет большим успехом для фильма, для Казахстана и для мирового кино в целом. Так что режиссеры Голливудского кино, обязательно подумайте об этом. Если, конечно, режиссеры Голливудского кино смотрят наш канал. Не, ну, вдруг смотрят, пусть знают. Еще один феномен из Казахстана. Диджей Иман Бек продолжает гастролировать по миру. И как вы думаете, где он сейчас? Никогда не догадаетесь. Он в Швеции. Он принял участие в фестивале, который проходил в Готебурге. Стал одним из фронтменов фестиваля. Ну, а сам фестиваль прошел с большим успехом. Поражает, конечно, Иман Бек. Молодой парень, но настолько трудолюбивый, упертый, настоящий казах. Идет вперед и все. И да, он сейчас, находясь в мировом турне, умудрился запустить хит на испанском языке, который доступен на его канале. Даже не знаю, что тут еще можно добавить. Иман Бек меня просто поражает и восхищает. Откуда столько удачи у человека? Это же сколько раз нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Ну, а если серьезно, Иман Бек красавчик, пусть все так же идет у него, как и идет сейчас. Он достойный пример для всех нас. И, кстати, именно благодаря Иман Беку у меня появилось казахское имя. Хотя, не только благодаря Иман Беку, благодаря еще и вам, конечно. Но, в любом случае, Иман Бек сейчас в тренде. И не только благодаря удаче, а благодаря своему упорству, трудолюбию и казахскому духу, который помогает ему ставить непостижимые, умопоморочительные цели и добиваться их. Несмотря ни на что. Красавчик. Таким же упертым и настойчивым оказался 17-летний казах, который завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате мира в Мексике и, между делом, установил мировой рекорд. 17-летний казахстанский штангист и Деги Емберды финишировал с результатом 306 килограммов. 172 килограмма, представляете, поднял за один раз. 17-летний пацан поднял штангу весом в 2,5 раза больше всего. Вот так вот, друзья. Теперь нам как-то с этим вот нужно жить. Вот такие вот удивительные новости о казахах, о Казахстане. Безусловно, желаю молодому спортсмену поднять еще больше. Я даже боюсь представить, а что он будет, какой вес он будет поднимать, когда ему будет 20 лет, а когда будет 25, а в 30 лет он, наверное, вообще тогда будет самым сильным человеком на планете. Будем следить за его карьерой, желаем ему не останавливаться, продолжать в том же духе. Ну, друзья, а я с вами прощаюсь. Вот такие вот у нас удивительные сегодня новости о казахах, о Казахстане. Увидимся уже с вами завтра на Алга Петербург. Всем... А, подождите, еще заходите в наш инстаграм. Ну, а теперь точно всем пока.